ВСУ подтвердили, что нанесли удары по Чунгарскому и Геническому мостам. Эти автомобильные мосты соединяют аннексированный Крым с оккупированной Россией частью Херсонской области. В результате российским войскам пришлось перенаправить свои перевозки с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные, сообщается в актуальном отчёте Американского института изучения войны. А онлайн-издание агентства указывает, цитата, «долгосрочный вывод из строя мостов может привести к перебоям в снабжении российской армии, поскольку через них доставляется значительная часть топлива и боеприпасов для группировки на юго-востоке Украины». Несмотря на десятки воздушных атак со стороны России за последнюю неделю, Украина добилась значительных результатов в их отражении благодаря американским ПВО «Патриот» и немецким «Айрес Ти», заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я хочу поблагодарить каждую страну и каждого руководителя, который нам их предоставили. Это мощные системы, очень эффективные. Они уже принесли значительные результаты. Только за эту неделю российские террористы уже применили против нас 65 различных ракет, 178 штурмовых беспилотников, в том числе 87 шахедов. Значительную часть из них нам удалось сбить. Мы будем делать всё, чтобы ещё сильнее укрепить воздушный щит Украины». Между тем Россия продолжает наносить массированные удары по территории Украины. В ночь на 7 августа российские войска трижды обстреляли Херсон. В результате ударов по жилым многоэтажным зданиям по меньшей мере один человек погиб, 12 ранены. «Проснулось от шатания нашего дома. А я спала на втором. И надо мной всё пролетело туда внутрь». «Я на кухне с кошкой была. Вниз упала. И сразу пламя». Ещё два человека погибли в результате российских ударов по селу Кучеровка в Купянском районе Харьковской области. Трое получили ранения. По данным Генштаба Украины, ВСУ отражают российские атаки на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях, продолжая в то же время наступать на Бердянском и Мелитопольском направлениях. В свою очередь Минобороны РФ утверждает, что за последние трое суток российские войска продвинулись на три километра на Купянском направлении и отразили атаки украинских войск в Харьковской и Луганской областях. Накануне пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков на вопрос журналиста New York Times о том, будет ли Россия пытаться захватывать новые украинские регионы, ответил отрицательно. «Мы просто хотим контролировать всю территорию, которую мы сейчас вписали в нашу Конституцию, как нашу», – подчеркнул Песков. Комментируя возможные мирные переговоры между Украиной и Россией, Песков отметил, что сейчас почвы для мирных соглашений нет, и Россия продолжит операцию в обозримом будущем. В самой России не прекращаются атаки дронов. Так, в Калужской области в ночь на 7 августа был сбит беспилотный летательный аппарат. Сообщается также об уничтожении беспилотника над Москвой утром 6 августа. Эту информацию распространил в телеграмме мэр российской столицы Сергей Собянин. Тем временем Украина сообщила об обмене военнопленными с Россией. Домой вернулись 22 украинских военнослужащих. Российская сторона об этом обмене пока не сообщала. Минувшие выходные в Саудовской джидде прошли международные консультации по мирному урегулированию в Украине. В них приняли участие как представители официального Киева, так и дипломаты более чем 40 стран, включая США, Китай и Индию. Россия во встрече не участвовала. Консультации привлекли большое внимание, хотя принятие судьбоносных решений не ожидалось. Вот как отреагировали на встречу в Саудовской Аравии немецкие СМИ. Зюддойче Цайтунг назвала инициированные Саудовской Аравии переговоры продуктивными, отметив, что королевство, имея в виду Саудовскую Аравию, становится глобальным игроком. И конференция в джидде говорит о новом самовосприятии монархии в Персидском заливе. Вторит изданию и новостной портал ТАГО США, указывая на то, что в выигрыше оказалась Саудовская Аравия. Под таким заголовком портал публикует комментарий к саммиту в джидде. С участием Китая встречу можно назвать успешной. Да и некий мирный план был вроде даже представлен, говорится в комментарии. Для отдела маркетинга Саудовской Аравии прошедший саммит был пиар-мечтой. По всем госканалам транслировали саудовский флаг, высоко развивающийся между украинским и российским. Вне сомнений, у саудовцев потенциал посредника есть. Они — союзники США, имеют хорошие контакты с Европой и тесно связаны с Россией. Реакция осторожно позитивная. Под таким заголовком публикует комментарий к встрече в джидде газета «Франкфуртер Альгимайна Цайтунг». На мирных переговорах в Саудовской Аравии на сей раз активным участником был Китай. Поэтому встреча и вызвала такое внимание. При этом Россия не была приглашена вовсе. А Бразилия в своем заявлении определенно требовала, чтобы в настоящих переговорах принимали участие все стороны. И указывала, что к следующей встрече необходимо привлечь Россию. Газета «ТАЦ» в статье «40 стран мира за прекращение войны» указывает на то, что важность переговоров в джидде заключалась не столько в каких-либо результатах на бумаге, сколько в том, кто впервые стал участником встречи по войне в Украине. Ведь здесь говорили не только представители Украины и их союзники – европейцы США и Канада. За столом переговоров присутствовали и тяжеловесы глобального юга – Индия, Бразилия и ЮАР. Итоги консультации в джидде и войны в Украине подробнее обсудим с обозревателем Deutsche Welle Романом Гончаряка. Роман, сложно сейчас говорить о каких-то результатах этого форума, в том числе потому, что мы, наверное, многого и не знаем. Но, тем не менее, в Саудовской Аравии встретились представители более чем 40 государств, в том числе представители Китая, представители Индии, представители США, которые с ними сидели за одним столом. Насколько это все-таки важный сигнал в направлении Кремля, важный сигнал Владимиру Путину, если учесть, что все страны говорили о том, что необходимо сохранить территориальную целостность Украины? Это, безусловно, сигнал Владимиру Путину, такой тревожный звоночек, я бы сказал. Дело в том, что на первой такой встрече в Копенгагене в июне было 15 стран, если не ошибаюсь. Сейчас чуть более 40, то есть увеличение более чем в два раза. И, конечно, большую роль играет то, что теперь к ним присоединился Китай, тяжеловес, и, пожалуй, самый близкий партнер, если не сказать, союзник России. То от итогов этих консультаций пока мы не можем сказать, как быстро поменяется ситуация на дипломатическом фронте. Но уже сам факт, что эти люди собрались и обсуждают пути выхода и окончания этой войны, это, конечно, очень значимо. Но, с другой стороны, пока мы не получили ни одного сигнала, ни от какой из этих стран, тем более от ключевых для Украины стран глобального юга или Китая, тем более, сигнал о том, что они готовы призвать Россию покинуть оккупированную территорию. А это ключевой для Украины вопрос. Ну и самый важный момент, пожалуй, в данной ситуации, как представляется Россия и ее президент Владимир Путин чувствуют себя относительно уверенно. То есть они постоянно демонстрируют уверенность в том, что они могут удержать фронт, они остановили или, скажем так, сильно замедлили украинское наступление, так они об этом говорят. И поэтому на этом фоне любые призывы к компромиссу, или тем более призывы вернуть территории, захваченные после 24 февраля 2022 года, пока мы не видим из России сигналов, что она готова на это пойти. Между тем, и в Киеве давно уже говорят, что не готовы, на самом деле, к мирным переговорам на данном этапе, потому что не хотят того, чтобы Россия закрепилась на оккупированных территориях. Тем не менее, представители Украины приехали в Джиду, много говорили про нее. Глава офиса президента Андрей Ермак провел более 30, по данному официального Киева, более 30 встреч. Насколько действительно все-таки позиция Киева тоже, возможно, как-то меняется? Пока трудно сказать. Я думаю, что она вряд ли изменится по ключевым для Украины вопросам, то есть по вопросу оккупированных территорий. Украина будет по-прежнему настаивать на их полной деоккупации, на волном выводе российских войск. Украина использует любую дипломатическую площадку для переговоров. По двум причинам. Первое, это переговоры с теми странами, которые уже поддерживают Украину, переговоры о дальнейшей поддержке, это США, это Европейский Союз. И что сейчас гораздо более важно для Украины, это страны глобального юга, попытка перетянуть их на свою сторону, убедить их поддержать санкции, убедить их надавить на Россию с тем, чтобы та изменила свою позицию. Поэтому Украина использует любую возможность для этого. И встреча в Саудовской Аравии, это, судя по всему, не какое-то единичное событие, а его следует рассматривать в контексте подготовки следующих встреч. Вот сейчас речь идет, возможно, о саммите, то есть на уровне президентов и премьер-министров этой осенью. Раньше президент Украины Владимир Зеленский не раз уже объявлял такой саммит, но так и не состоялся. То есть, судя по всему, все ждали результатов украинского наступления. Летом сейчас это наступление еще не завершено, но уже понятно, что оно происходит гораздо медленнее. И, возможно, на фоне этого будут усиливаться попытки дипломатического урегулирования. Но повторю еще раз ответ на твой вопрос. Никаких уступок, я думаю, с украинской стороны не будет, как, впрочем, и с российской. Мы постоянно слышим заявления российской стороны, в том числе и реакция российского МИДа на вот этот саммит, который мы с тобой обсуждаем, да, мы готовы к диалогу, но после того, как Украина фактически признает свое поражение, то есть прекратит стрелять, Запад перестанет поставлять оружие, там будут закреплены права российских меньшинств в Украине и так далее, и так далее, и так далее. То есть повторяется вся та же история, которая была до российского вторжения. Роман, Саудовская Аравия была на этот раз только площадкой для переговоров. Между тем, этому потенциальному мирному процессу действительно не хватает какого-то реального посредника. И вот в Москве заговорили о том, что на эту роль, возможно, претендует Турция. Не кажется ли тебе тоже, что действительно президент Турции Режеп Таип Ардаган был бы действительно наиболее удобным, таким возможным посредником между Украиной и Россией на данном этапе? Возможно. Для этого есть определенные основания. Турция пока играла свою игру и использовала свои контакты как страна-член НАТО с Западом, так и своей связи с Россией, государство, которое сотрудничает с Россией, в том числе в военной сфере до недавнего времени. И Эрдогану удалось заключить первую зерновую сделку. Сейчас Россия из нее вышла, но попытки возобновить ее продолжаются. Возможно, они увенчаются успехом каким-то. Это престижный проект для самого Эрдогана. И вот здесь очень важный момент, как мне кажется. Эрдоган некоторое время назад пошел на, скажем так, небольшую конфронтацию с Москвой, выпустив командиров украинского батальона АЗОВ, которые там находились после их освобождения в 1922 году. Хотя договоренность была, что их выпустят уже после окончания войны. Так вот, в Москве очень жестко критиковали это, но, тем не менее, уже после этого президент Владимир Путин подтвердил свою готовность встретиться с Эрдоганом. Это говорит очень о многом, как мне кажется. Поэтому, я думаю, у Эрдогана есть потенциал добиться чего-то, чего не могут добиться другие, но он не сможет остановить эту войну в одиночку. И то, что он делает, наверняка будет как-то вплетено в контекст более сложных переговоров между Западом, странами глобального юга, Украиной и, возможно, каких-то усилий на совершенно разных уровнях, дипломатических, официальных и неофициальных. Роман, Украина, судя по всему, все активнее пытается атаковать цели за линии фронта и в аннексированном Крыму, и на оккупированных территориях, и непосредственно в России. При этом уже не особо пытается скрывать, что за этими атаками действительно стоит Киев. Наверное, цель повлияет на настроение россиян, с твоей точки зрения, и насколько такой план может сработать? Это большой вопрос. Пока он не работает, и я думаю, мы не можем ожидать, что и Украина тоже не может рассчитывать на то, что он как-то радикально изменит настроение в России. Да, действительно, Киев хотел бы, чтобы большая часть россиян почувствовали на себе то, что чувствуют на себе каждый день украинцы. Об этом говорил и главнокомандующий украинской армии генерал Залужный в свое время. Но, тем не менее, мы видим здесь очень большую диспропорцию. Если Украина наносит удары, от которых страдают деловые церкви в Москве, если действительно была Украина или получают пробоину российской корабли, то в Украине разрушается критическая инфраструктура, гибнут сотни, десятки, тысячи людей. То есть это просто несравнимые вещи. Украина скорее занимается, скажем так, символическим ответом. И второй момент, почему она это делает, это попытка отвлечь российские ресурсы. То есть Россия вынуждена заниматься обороной Москвы, вынуждена усиливать защиту от ПВО, защиту своих портов, каких-то объектов критической инфраструктуры тоже в приграничных регионах. Но, если верить опросам общественного мнения в России, это, конечно, сложно, но, тем не менее, они показали, что даже в приграничных районах, которые очень сильно страдают от этой войны, российские территории, это Белгородская, Курдская область, то там поддержка войны не падает. И если падает, то минимально, на единицы процентов. То есть расчет на то, что удары беспилотниками могут заставить россиян выйти с протестами и потребовать окончания этой войны, я думаю, такой надежды на самом деле у Киева нет. Тем не менее, я призываю с большой осторожностью относиться к любым цифрам опросов, которые приходят сейчас из России, потому что, мне кажется, в нынешних условиях просто люди боятся, в том числе, отвечать на критические, особенно, вопросы.